Добрый день, дорогие зрители. Усаживайтесь поудобнее, приготовьтесь слушать очередной выпуск нашей мыльной петли. Начнем с того, что бывший муж Мишель Мьетт, мексиканской актрисы Леонардо Ампуде, женился на молодой женщине по имени Сесилия Альварес. Ну что, вполне возможно, что девушка у нас совершенно неграмотная, статей про будущего мужа не читала, и поэтому не знает, какая он ее ягодка. Мы желаем ей, конечно, крепких нервов и вообще бог ей в помощь, поскольку он и чисто внешний не Леондеон, и больше напоминает мальчиша-плохиша из известной сказки Гайдара, который, как известно, продал родину за бочку варенья и пачку печенья. Ну и, в общем-то, внутренне товарищ тоже абсолютно, в общем, неподходящая парочка, но это на наш непросвещенный взгляд. Почему мы так думаем? Дело в том, что вообще у Леонардо дна, но пламенная страсть. Он ужасно любит играть, он фактически игровой наркоман, и даже лечился от этого в специализированной клинике. Ну, после того, как он проиграл все свое движимое-недвижимое, все движимое-недвижимое родителей, и уже начал, так сказать, потихонечку распродавать все, что принадлежало Мишель, вот тут начались как бы и вот эти вот самые непонятки между мужем и женой. Мишель, мало того, что она не терпелась страху, когда они стали приходить и выбивать из нее долги ее благоверного, она просто поняла, что если дальше так будет продолжаться, то, в общем, ее или убьют, или у нее детей похитят. А в Мексике это дело очень распространено, поэтому она с ним развялась. Ну, ладно, бог с ним. Значит, он теперь женился, теперь у него есть, кому о нем позаботиться, кому за него долги заплатить. Ну, в общем, желаем девушке, опять же, крепких нервов и хороших денежных поступлений, потому что ей это дело понадобится, когда ее молодой муж заглянет в ближайшее казино и спустит там все, что у него было. Сама Мишель тоже времени зря не теряет и встречается с Матадором Кристианом Апариссио. В общем, пошли сплетни даже о ее беременности, но это оказалось уткой. Ну, а почему нет? Двое детей у нее уже есть, почему бы не завести третьего? Ну, во всяком случае, сейчас она, в общем, довольна, счастлива, у нее есть работа, у нее есть хороший контракт на Ацтеке, вот теперь есть любимый мужчина, ну, что еще женщине нужно? Вот вторая новость у нас о ее коллеге с Ацтеки Ивон Монтеро, и новость эта не особенно-то жизнерадостна, потому что, с одной стороны, это хорошо, конечно, что Ивон Монтеро родила дочку, но дело в том, что у девочки очень большие проблемы со здоровьем. Дело в том, что когда Ивон была беременна, она постоянно нервничала на фоне расставания с мужем, который, в общем-то, решил, что ребенок это вовсе не его, и бросил Ивон на первом месте беременности. Ну, вот, и, в общем, сейчас у Ивон одна проблема, ей нужно, чтобы ребенок выздоровел, она очень переживает, потому что там серьезная очень сердечная недостаточность, ну, в общем, как бы так поприятнее сказать, в общем, и плохого пока особо ничего нет, но и хорошего маловато. Ну, с детьми тут у нас вообще самые интересные приключения. Вот Эрнеста Лагвардия, например, решил сделать вазектомию. Значит, что это такое? То есть это перевязать семенные каналы для того, чтобы женщина больше не смогла забеременеть. Он сказал, что у него уже трое детей есть, его это количество вполне устраивает. Он детей вообще-то очень любит, но плодиться, размножаться больше не желает. Ну, ладно, в общем-то, как хочет, так пусть и поступает. Но вот что жалко, вот что Асфальдориус тоже такую операцию недавно сделал, но тут немножко другой, как бы, калинкор. Дело в том, что у Асфальда у него детей уже много, действительно много. В общем, как бы так, если начать считать, то можно и со счета сбиться. Вот, и поэтому он больше рисковать, видимо, не хочет, потому что, понимаете, это же дети, это же потом алименты, это же сколько денежек-то надо. Ну, это только так, мы так шутим. На самом деле, может быть, в принципе, это действительно ответственное решение, может быть, правильно дело это. Дальше у нас новость на миллион долларов. Энрике Глесси и Анна Курникова вроде бы как женятся. А может, и не женятся. Дело в том, что английский таблоид «Сан» заявил неделю назад о том, что вот именно на этой неделе, вот когда мы записываем эту передачу, состоится вот это вот эпохальное событие. Ну, знаете что, они уже столько раз в таблоидах женились и рожали детей, что, в общем-то, как бы не особо-то и верится в эту латынь. Тем более, что отец Анны на голубом глазу, такая, знаете, голубоглазая наивность, он сказал, что да, какая судьба, ничего не знаю, мне ничего никто не говорил. Ну, одно дело, может, он правда ничего не знает, а второе дело, может быть, действительно, таблоиды присочинили. Посмотрим. У Габриэля Сото и Хиральдин Басан второй медовый месяц. Они забыли все свои недоразумения. Дело в том, что они как бы расходились, потому что Хиральдин приравновала Габриэля к коллеге по новелле Зури Веге. Вот. Ну, а теперь они вот решили, что хватит уже дурью маяться, и они опять вместе. Ну, и говорят, что, в общем, основную работу проделала их 4-летняя дочка. Она была инициатором этой идеи. Ну, мы считаем, что правильно. Если папа с мамой идиоты, то должен же кто-то быть поумнее в семье. Но дочка взяла на себя, так сказать, функции модератора этого конфликта, и родителей так и воссоединила. Ну, и последняя новость на сегодня о мексиканском певце Кристиане Чавесе. Ну, что тут? Новость, конечно, совершенно замечательная, потому что Кристиан Чавес попал в полицию за жестокое обращение со своим сердечным другом Беном Крюгером. Что там случилось? Бен Крюгер вызвал полицию и сказал, что Чавес хотел его убить. И это не первый случай. Бен поместил в сети фото Криса в женской одежде, и Крис, страшно разлившись на него, за это накинулся с кулаками. Ну, извините, товарищи, а кто бы не накинулся? Что себе Бен, так сказать, думал? Что его за это поцелуют, пойдут? Крис, которого забрали в полицию и продержали там денек, заявил в свою очередь, что Бен сам на него напал. И это опять же не в первый раз. Ну вот, после этих заявлений, и после того, как Кристиан продемонстрировал городу и миру поврежденную руку, рукопашную, видимо, его выпустили из полиции под залог. Ну и что? Коллеги Криса по группе РДБ, Майта Перони и Дульси Марии, поддержали его, сказали, что Крис вообще такое существо, просто голод мира, он никого не обидит. Он такой белый и пушистый, что, в общем, совершенно такое существо не может никому причинить. Не просто там боли, а вообще даже злым словом-то не обидит. Ну и слов-то таких не знает. Ну, тут журналисты стали рыться в биографии Чавеса и нарыли, что предыдущий его брак прекратился по той же самой причине. Вот, что, значит, его еще один бывший тоже страдал от побоев и от плохого обращения, и что расстались они именно вот после того, как в доме проистекала у них битва русских с кабардинцами. То есть Крис отметелил своего друга сердечного, и после этого, значит, любовь прошла. Ну, может, конечно, и правда, что говорят Майта и Дульси, может быть, им лучше знать, а с другой стороны, может, и в консерватории что-то поменять. Говорят, что Кристиан Чавес активно употребляет наркотики, его даже арестовали в Нью-Йорке за хранение и употребление марихуаны, и чего-то там потяжелее. Вот, и может быть, с этим связаны какие-то такие странные изменения в его характере. Ну, в общем, бог им судья и в помощь, опять-таки. Ну, надеемся, что сами разберутся. На этом наши новости иссякли. Значит, мы будем обязательно на следующей неделе с новой порцией. Ждите нас, надеемся, вам будет интересно. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok